Вот как-то так. Надо было вовремя поставить себе антирадар. Я-то поехал в Москву, ехал не торопясь, потихонечку. Вроде ровно должно было быть. Останавливался везде и всюду, это было красиво. Но каким-то рядом что-то не получилось, и недавно из Рязани мне пришло письмо. Я чуть-чуть нарушил. Хотя нигде я не нарушал. Я буквально, ну, 3 секунды и воткнул в зону вот этих вот камер слежения. Они там везде устроены. То есть надо было прийти сюда и купить себе антирадар. Конечно, он бы меня достал, потому что он бы пищал везде и всюду. Но тогда бы я не выпал на эти бабки. Ну да ладно. То есть куда я пришел сегодня, я пришел сюда. Хотелось бы купить? Да, наверное, и куплю. И еще тот радар, который еще и меряет скорость, которую меряют сзади. Тоже, кстати, хорошая тема. Особенно, когда в Москве вылетаешь в эту дивную пробку. И они тебе говорят, что у вас еще и сзади померяют. Вот это клево. Ну да ладно. То бишь, если мы говорим о качестве жизни, мы будем говорить о качестве жизни вместе с автоэлектроникой. Вы знаете, есть много мест, где продают запчасти. И это не то место. Здесь есть то, что с большим удовольствием используется в авто. Где мы находимся и где мы живем, да? То есть мы покупаем автомобиль и сделаем из металла. Так, к сожалению, металл начинает гнить. Такое случается. Как металл гниет? Ну, вот рядышком стоят все машины. Я прекрасно понимаю, что они рано или поздно гнили. Потому что, ну, новые машины, не старые машины. Старые машины я видел. Старые машины я видел где? Я видел эту машину на Кубе. То есть и на Кубе тоже все гниет. То есть там гниет, потому что везде дождик идет. Везде и пройдет испарение и все это дело накапливается. Но сегодня сейчас есть инструменты, которые вам предотвращают коррозию. Представляете? Вот это все дело. Шумоизоляция. Шумоизоляция есть в этом же месте. И к слову о том, что я сейчас занимаюсь очень хорошим делом. То есть я люблю старые машины, потому что рано или поздно они перейдут в разряд раритетов. А там уже ценики поднимутся. Вот так. Благодарю тебя занимать, господа мои. Вы не думаете, что все это красиво? Я просто знаю, что я сейчас куплю. И когда-то все дело вырастет. Естественно, все это дело вырастет. Потому что те машины, которые я себе купил, они уже практически будут 30 лет. И тогда это уже раритеты. То бишь, пришлось, конечно, кое-что поменять. Менять и проварить. Естественно. Но сегодня я смотрю, что можно, оказывается, и подкрылки проклеить. То есть раньше, что я делал? Я раньше все это дело включал в эпоксид, ну, всякие композиции на основе. Оказывается, сегодня сейчас нельзя это делать. Просто можно проклеить хорошо, и уже ваши подкрылки никогда гнить не будут. А если вовнутрь еще мавилы залезть, то все. Ваша машина будет служить очень-очень долго, поверьте мне. Как-то да. По сути, можно обработать все скрытые и нескрытые полости. И машина будет ездить. Но нужно ваше внимание. Да-да-да. Мы вам этот павильон показывали неоднократно. То есть, куда вы можете пройти, что вы можете здесь приобрести. Все подряд. Все реально подряд. То есть прикольно, да? Два автомобильных павильона. Почему я говорю, что лучше вот, я бы так и сказал, куда-нибудь в одно место, и я раскручу этот павильон легко и просто. То есть, и уже кое-что новое появилось. Вот это новое и надо покупать. То есть, это антирадарные все указатели есть. Ambarella A7 и все остальное. То есть, они еще и GPS-навигатор. То есть, вот такую штучку ставите, и они одновременно еще и фиксируют. Одновременно они все это дело вам показывают. Одновременно вам говорят, что, ребята, ну вот не стоит здесь ехать. Мало того, они еще подключаются. А есть такая штука, которая вам демонстрирует пробки на дороге. И это все тоже здесь есть. Хорошая штука. Да, она стоит ли где-нибудь, но она того и стоит. То есть, купили себе спокойненько. Если честно, ну, хочу. Хочу однозначно такую штуку купить. И, наверное, через 2-3 месяца работы я себе ее куплю. Потому что это то, что доктор прописал. Ух, поверьте мне. А я это дело хорошо узнаю. Я очень большой любитель машин. Потому что я с ними живу не все время, но его часть. И пусть это будет лучшая часть в моей жизни. То есть, о чем мы сейчас беседуем? Если мы приехали на центральную городскую ярмарку, здесь очень много, очень много павильонов, которые торгуют всем порядком. Всем порядком. Как правило, я бы сказал, что лучше бы здесь был бы один павильон. Уралавто. В смысле, автоэлектроника. По одной простой причине, здесь есть реально все. Я не имею в виду запчасти для автомобилей отечественных. Нет. Все, что должно быть для вашего хозяйства, внутри машины, здесь есть. То есть, я что-то не понимаю, для чего все это делается. Мягко говоря, человек показал людям, как это все дело раскручивается. Но в итоге, даже если вы сюда придете, то вы поймете, что здесь цены реальные и не сильно крутые. Поверьте мне. То, что находится за моей спиной, да, за моей спиной это чехлы. К сожалению, я себе такую штуку позволить себе не могу. Хотя почему, непонятно. Потому что я езжу на американских машинах. Вот там чехлы не все поставишь. А во всем остальном, то есть, допустим, если есть машина обыкновенная, базовская, да, или Hyundai Sonata, или все, что прописано, и то, что продается в России, я бы все-таки советовал поставить чехлы. Потому что рано или поздно кто-нибудь вдруг внезапно захочет покурить. И в результате, что с вашей обивкой будет, она будет прожжена, естественно. С чехлами такого не случится. Прожжется только материал чехлов, а вниз не опустится уголек тот самый. Хотя, по сути событий, все-таки лучше в машине не курить. Но чтобы такого не случилось, вы покупаете замечательные чехлы. Да, я знаю много чего, но не скажу. А скажет моя программа. Как человек, поднявший бизнес, привлекает к себе большее количество автолюбителей? Вот этого нигде нет. Вот этого железобетона нет нигде. Потому что это укрывной материал. Ну, в смысле, вы не думайте, что здесь надо машину укрыть. Есть тут и укрывные материалы на все модели, в том числе и на большие, естественно. Это немножко другой укрывной материал. То есть при мне человек купил себе замечательный материал такого белого цвета и сделал машину. Изумительно. Настоящий американский автомобиль. Только с кожаной крышей. Ну, она была не совсем кожаной крышей, но все равно это было супер. Я посмотрел внимательно. То, что мы сейчас можем сделать, вот это здесь есть. Еще раз говорю, вы куда-нибудь сходите и попытайтесь все это дело где-то найти. Но не получится железобетонный. А здесь получится. Потому что либо это будет карбончик. Просто аккуратно ставите, и все супер работает. Ну, я прекрасно понимаю, что вы хотели бы карбоновый капот. Но он, извините, денег стоит. А если не получается, то обыкновенно положили сверху, и все, уже практически карбонный капот. То, что мне дальше нравится, дальше нравится, я сейчас начинаю думать и об этом. Потому что новых классных автомобилей не существует. Да, редкая акустика, но, как правило, никакой шумоизоляции нет. Салон никакой, как и пластиковый обвес. В общем, машина для того, кто отъездит в гарантию, спулит ее. Оно, возможно, и случилось бы так, что рано или поздно мы когда-то отсюда уедем. Хотя, по сути события, центральная городская ярмарка это хороший, качественный рынок. Много было рынков хороших, но такого уровня-то и нет. То есть раньше все это дело было на левом берегу, потом сюда перетянулось, а кое-кто отсюда уехал, кто-кто не может это сделать физически. Ну, и мы показываем того, человеку, который пока не хочет отсюда перейдеть. Потому что, ну, почему нет? То есть вы хотите что-то купить, но покупаете все это здесь. Вопрос, конечно, про автоэлектронику. Это подразделение, ну, не совсем автоэлектроники занимает. Здесь, скорее всего, прибамбасы и примочки. Потому что, допустим, чем автомобиль хорош для всех подряд? То есть автомобиль никогда не бывает чистым, постоянно. Такого не случается. Чистый, постоянно, только где? Только в автомобильном салоне. После того, как он выезжает, это и пылесос, и все остальное. Ну, это же автомобиль, он перемещается. И когда мне говорят, что вот, допустим, положили в багажник новые инструменты, я скажу, докуда они доедут, если честно? Потому что все это дело рано или поздно ломается. Все покупаете абсолютно новое. То же самое, покупаете новое здесь. Я вам говорю, что вот этот, допустим, тайский комплект ключей, это супер. Но кроме всего прочего, есть еще и другие вещи. То есть, тонировочная пленка, пожалуйста, все есть здесь. Ну и такие замечательные примочки. Как то? Как то приспособы, которые позволяют вам диагностировать ваш автомобиль в реальном времени. Ну, а в чем проблема, то у меня был самый изумительный Sky. Хотелось бы вернуться, но по сути, может и вернусь. Но главное, это электротяга. Хотя и туда можно впулить то, что покупается здесь. И мы все-таки вернувшись сюда и говорим вам о тех самых примочках. Примочки. В данном случае я говорю о клеях. То есть, ну, как вы прекрасно понимаете, я машиной так занимаюсь. Но оно мне будет приносить больше удовольствия, когда я обращаюсь с машиной. Потому что машина меня радует. Я это все делаю. Да, иногда ломается. Иногда ломается. Вопрос, какими клеями я сейчас пользуюсь. Их у меня много, действительно. Как правило, лучше всех держит не суперклей. Суперклей, он только схватывает, поверьте мне. Дальше я включаю все-таки под названием эпоксидная композиция. Оно как бы круче держится. Вот. Но оказывается, есть и другие вещи, которые есть здесь, в этом павильоне. Замечательный клей. Три восьмерки. Причем, в данном случае красный клей может. Черный клей взять, никаких проблем не будет. То есть, он растворяется и склеивает все. Представляете, в машине что-то может быть... Ну, допустим, порвался там уплотитель заднего стекла. Ну, или, допустим, уплотитель багажника. Просто порвался. Представляете, вы даже его ничем сделать не сможете. Чем вы будете клеить? Если вы клеите суперклеем, ну, он развалится, естественно, но суперклей, он схватывается, когда на него дует. То есть, он замерзает, когда на него влага попадает. Поверьте мне, так оно и есть. Вот это цианакриловая штука. Вот. Допустим, вы будете клеить эпоксидной композиции, да? Она тоже самая будет разрушаться. Она схватывает, и движения нет никакого. То есть, она сделана, и потом также разрушится. Эта штука будет работать. Эта штука будет работать. Если вы это сделаете красиво и качественно, я так понимаю, что она будет работать гораздо дольше, чем все остальное, что вы хотели бы склеить другими вещами. То бишь, событие будет и поклевее. В следующем разе мы вам покажем новинки, как и в этом сюжете. Ну, а чтобы вы поняли, что такое бывает, вот посмотрите, как примочками онами заклеивается реклама. Ну, вы все видели, да? Даже если что-то отваливается, все это приклеивается. потому что это и есть замечательный павильон. Автоэлектро. Здесь находится еще один павильон, чуть ранее, который я вам показал. То есть, всегда сюда зайдите и посмотрите что-то новое. Поверьте мне, в автомобиле столько много интересных новинок, которые вы раньше не думали. То есть, автомобиль, это ваше транспортное средство, с которым вы живете. Так давайте вместе жить. Идеально и хорошо. Только надо любить ваш автомобиль, а не чихать на него и не бросать его, где вы не попали.